Внимание к международной операции было повышенное. Аргентинский президент лично просил Владимира Путина о помощи. На главной базе Северного флота в Североморске Янтарь встречает высшее командование ВМФ. Задачи, поставленные на поход, выполнены в материальную часть строю, личный состав здоровых. После официальной части долгожданная встреча с родными. Команда не видела близких почти год. Мой папа любит море. Мой папа им живет. Сегодня из похода вернуться он домой. Янтарь оснащен высокоточной электроникой и глубоководными батискафами «Русь» и «Консул», которые позволяют изучать подводные глубины. Вот он тот самый глубоководный телеуправляемый аппарат, на который возлагали большие надежды во время поисковой операции на дне Атлантики. Он способен погрузиться на глубину до тысячи метров. Однако район возможных поисков оказался слишком велик. Дизель-электрическая подводная лодка перестала выходить на связь еще в ноябре прошлого года. В ситуации полной неизвестности родственники подводников до последнего не теряли надежду. На поиски были брошены все силы. В общей сложности в операции были задействованы корабли, самолеты и специалисты из десятков стран. Поиски подлодки осложнялись плохой погодой. Высота волн в вероятном районе гибели аргентинской субмарины достигала 8 метров. Сложные гидрометеорологические условия были. Меняемость сутки через трое примерно. Практически постоянно море требало, что затрудняло поисковые действия. Российскими океанографами были обнаружены и исследованы десятки подводных объектов. Но цель операции так и не была достигнута. Аргентинская страна не смогла установить точные координаты морской катастрофы. Вот это вот желание, стремление помочь своим коллегам, оно и есть отличительная черта нашего военного моряка. Но главное, экипаж в сжатые сроки смог продемонстрировать высокую оперативность и слаженность. Поиски аргентинской субмарины продолжатся в ближайшее время. Команда «Янтаря» уже выразила готовность закончить глубоководную операцию.